Кипов Кирилл, я являюсь руководителем маркетинга семенного подразделения компании «Сингента». Соответственно, мы сегодня присутствуем с вами на вебинаре, посвященном результатам урожайности сезона 2023 регионов центра. Давайте сначала пару слов про функционал, который доступен вам и как у нас будет происходить общение. На самом деле ничего не поменялось с прошлого и с позапрошлого года и так далее по нисходящей. То есть вам доступны два варианта создать вопросы, пообщаться с аудиторией. Есть чат и есть вопросы-ответы. Они находятся либо в нижней планке, либо в верхней. У меня, например, в верхней. Посмотрите, я думаю, что чат мы уже освоили, потому что мы увидели ответы. Есть сессия вопрос-ответы, они позволяют спикерам лучше сфокусироваться на конкретных вопросах и там же на них отвечать. Что еще можно сказать? Есть еще отличная кнопка «Огонек» в правом нижнем углу, которая помогает вам отреагировать на происходящее на экране, нашим спикерам понять, какая тема интересна и там, может быть, побольше ее раскрыть. Ну, в общем, да, сориентироваться по контенту. И, естественно, основная часть – презентация. Мы ее уже запустили. Я надеюсь, она всем видна. Если кому-то вдруг не видна, попробуйте перезайти, либо напишите также вопросы-ответы. У нас есть несколько ребят, которые оказывают техподдержку. Соответственно, да, помогут сориентироваться. Так, вот такой функционал. Сереж, ничего не забыл? Да, нет. Все, 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 да, супер. Ну, главное, чтобы вопросы были, не стесняйтесь, задавайте нам тоже интересную обратную связь и узнать ваше мнение, эти вопросы, которые волнуют, чтобы быть максимально полезными. Еще Мария спрашивает, а где отключить микрофон? Смотрите, мы вас не слышим. Мы вас не слышим сейчас и не видим. Мы можем общаться только через чат, поэтому не переживайте. Если у вас там какие-то дела, вы разговариваете по телефону и так далее, это нормально, вы ни в коем случае нам не помешаете. Так, так. Ну что, вот уже и три минуты. Какая у нас там на сегодня явка? 61 человек. Давайте начинать. Еще раз повторюсь, меня зовут Архипов Кирилл. Мы сегодня представляем вебинар по результатам урожайности 2023 года региона Центр. Давайте так, традиционно у нас есть несколько сессий, которые мы освещаем во время вебинара. Первое, естественно, экономику. Сегодня эту часть расскажу я. Потом мы посвятим основную часть нашего вебинара результатам урожайности кукурузы и подсолнечника, также проговорим дополнительные сервисы для сельхозпроизводителей, которые разработала Сингента и которые отвечают на сегодняшний день потребностям сельхозпроизводителей, потому что экономика по некоторым культурам, она кардинально изменилась за последние два года. И, естественно, сельхозпроизводителю необходима поддержка и те компании, которые ее могут обеспечить благодаря эффективным сервисам, в том числе финансовым, стремятся в дело, в том числе Сингента одна из них. Ну, давайте, это все должна быть история логичная, то есть экономика вытекает из анализа рыночной ситуации, урожайности и так далее, поэтому давайте пойдем по порядку. Я начну. Так, видите, пролистал наш план работы, но ничего. Рыночные условия. Для того, чтобы поговорить по рыночным условиям, я думаю, мы здесь затронем основные культуры. Это зерновые, кукуруза, подсолнечник. И когда мы рассматриваем любые вопросы экономики, ценообразования, то что влияет всегда на цену? Влияет на цену спрос предложения, влияет на цену регулирования и, естественно, общая ситуация на внутреннем и внешнем рынках. Давайте начнем с самого простого. Что же у нас по балансу зерна в России, по производству и запасам по графику в левой части и по экспорту и внутреннему употреблению вправо? Мы видим, что в целом 2024 год, он в том числе по урожайности является успешным для сельхозпроизводителей и в целом для экономики. Мы чуть-чуть сокращаем запасы, остатки на начало сельхозсезона, с которыми 2024 год выйдем. И нормализуем переходящие остатки. В том числе общая сумма и валовка находятся на одном из максимальных уровней. Не пиках, но на максимальных уровнях. А что касается экспорта и внутреннего употребления, как вы видите на правом графике, внутреннее употребление и экспорт практически не изменились относительно 2022 года, но мы заметим сквозь все слайды, сквозь всю аналитическую информацию, что у нас постоянно и постоянно увеличивается доля экспорта. Соответственно, российская экономика все больше и больше начинает работать на экспорт продукции. И на самом деле, с одной стороны, это хорошо, потому что мы развиваем товаро-денежный поток в относительно сложных условиях. С другой стороны, мы, конечно, больше и больше зависим от мировой торговли. Но что касается рынка зерна и так далее, конкуренция, она жесткая, но в то же самое время таких глобальных и больших поставщиков сельхозпродукции их не так много. Россия находится в выигрышной ситуации здесь. Далее, если пройти по конкретным культурам, вот аналогичный график по балансу пшеницы. То есть большое производство, нормализация переходящих остатков, 50 на 50 внутреннее потребление и экспорт. По ячменю внутреннего потребления у нас процентов, наверное, 70-60-70%. То есть это исключительно внутренний рынок. И когда мы говорим про баланс экспорта и внутреннего потребления, мы всегда помним про экспортные пошлины, которые у нас сдерживают цену внутри страны. Мы еще о ней поговорим. Естественно, это очень такая больная тема для сельхозпроизводителей, потому что есть ограничения по рентабельности и выручке с гектара. С другой стороны, пошлины выполняют свою роль, сдерживают рост цен, насколько они это могут сделать в рыночных условиях. И кукуруза. Кукуруза у нас также 60-65% идет на внутреннее потребление и оставшиеся 30-35% на экспорт. И опять же у нас идет нормализация переходящего стока, переходящих остатков. Валовый сбор, он такой неоднозначный. Мы еще поговорим по этому поводу сегодня на встрече. Вчера разговаривал с парой земледельцев. Мы обсуждали ситуацию в разных, они из разных регионов. Мы обсуждали, как, собственно, идет уборка кукурузы и так далее. Вот регион-центр, что интересно, он в этом сезоне, конечно, по валовке пострадал меньше по кукурузе. А с другой стороны, у нас идет затяжная уборка. И вот, казалось бы, урожайность должна быть на должном уровне, на высоком. А с другой стороны, мы очень-очень поздно убираем в центре. Как всегда, у нас год нетипичный. Каждый год типичный, каждый год что-то происходит. Да, и темп реализации экспортного потенциала. Собственно, что мы увидели на предыдущем графике, то, что, да, мы начинаем больше ориентироваться на экспорт. Внутреннее потребление также не уменьшается. Это хорошо для экономики. И более того, темп реализации экспортного потенциала, зерна, он еще присутствует. И это значит, что у нас нет каких-то внешних и внутренних ограничений. То есть товаропоток будет развиваться далее. Что касается динамики экспортных цен на пшеницу, мы видим графики, которые с середины 2022 года показывают нисходящий тренд. И потом идет где-то стабилизация с июня и июля месяца. Да, вот у нас пшеница замерла в диапазоне 225-255 долларов за тонну. Аналогичная история с кукурузой. Да, вот она где-то замерла между 200 и 225 долларов. И фуражный ячмен. Естественно, мы понимаем, что, во-первых, экспортные пошлины работают. И вот эта нормализация, она, конечно, с одной стороны создается искусственно, с помощью государства, дабы нормализовать в будущем цены. Но и мировой рынок также проседает. Экспорт пшеницы с начала сезона и остаток потенциала у крупнейших экспортеров. Да, я эту тему затронул буквально чуть ранее. Мы видим, что Россия играет здесь одну из лидирующих ролей. И, конечно, мировой рынок зависит от нашего производства. Потом идет Ишний ЕС, Австралия, Канада и так далее. Но вот любой урожай, не урожай, любые ограничения со стороны России, они очень ярко сказываются на общемировом рынке. И, наверное, в данном случае это, конечно, больше позитивный фактор для нас. Как для отечества, так и для обычного земледельца. И динамика экспортных пошлин на пшенице, ячмени, кукурузу. Вы видите, что по ячменю пошлина, она находится на самых нижних уровнях. Долгое время она была нулевой, сейчас она вроде тоже вернулась на нулевой уровень. По кукурузе она резко снижается. Ну, здесь все понятно. То есть, как работает пошлина, устанавливается верхний порог, и все, что продается выше верхнего порога цены, изымается государством. Тем самым нормализуется стоимость продажи урожая. Ну, и потом, естественно, нормализуется цена на продукцию из сырья. Это только должно работать в идеале. Живем мы в неидеальном мире, поэтому все равно мы видим, конечно, там рост цены. И последние заявления ЦБ, они это тоже говорят о росте цен на три страны. Но что касается сельского хозяйства, здесь эти методы, да, работают. Ну, и по пшенице самая высокая пошлина. Внутренние цены на пшеницу. Эта аналитика, кстати, будет доступна вам. Мы перешлем презентацию, потому что мы стараемся пройти по экономике достаточно оперативно в течение 10-15 минут. То есть, все графики, вся информация будет вам доступна. Ее нам предоставили в том числе наши партнеры по аналитике про зерно и карп и так далее. Цены на пшеницу, кукурузу и ячмень в сравнении. Внутренние. То есть, давайте немножко остановимся, чего нам ждать. Собственно, синяя линия – это прошлый год. Мы видим, там по кукурузе был рост, сейчас обратно идет снижение. Но мы все равно, конечно же, ожидаем некую стабилизацию. И по кукурузе мы думаем, что там отката еще какого-то вниз не будет, там уже откатываться некуда. Ну, вот вариант либо стабилизации, либо рост. Регулирование цен масс личных в России. Понятно, мы уже это проговорили, да. То есть, по подсолнечнику, соль и рапса существуют экспортные пошлины. И понятно, что они сдерживают экономику. Пока этот инструмент характеризует Минсельхоз как позитивный, приносящий свои результаты. И, опять же, повторюсь, да, для экономики страны это в целом сдерживание цен. Для сельхозпроизводителя это определенная сложность, потому что цены на остальные наследства производства растут. На продукцию, например, по кукурузе цена прошлого года и текущего, она фактически совпадает на земле. 11,2 тысячи рублей за тонну. То есть, это относительно небольшой рост. И что касается прогноза производства масличных культур в России, масличные остаются одними из наиболее привлекательных и кормящих культур. Понятно, что они растут, причем растет активно как подсолнечник, несмотря на вопрос ограниченности семенного фонда. Но и внутреннее производство, и локализация сейчас развивается. Сингент в том числе участвует в локализации семенного бизнеса. Но и прочие культуры масличные, они также растут. Ну и в целом, когда мы говорим про рынок масла, это глобальный рынок, и маслопотребление мировое идет только по нарастающей. Особенно включая растущие регионы, как Индия, Китай, азиатские страны. А здесь мы как раз-таки имели основные каналы сбыта, и они продолжают расти. Поэтому, что касается масличных культур, то здесь экономика только будет складываться в лучшую сторону. Опять же, пометую еще аспект по экспортным пошлинам. Есть подтверждение того, что рынок масла, несмотря на то, что... Мы, конечно, наверное, не увидим таких цен, как мы видели 2-3 года назад, которые, назовем их так, золотые годы. Но сейчас ситуация вернулась к стабилизации цен, как это было лет 5 назад. И есть, естественно, тенденция на увеличение, опять же, при отмене... Вот. Расчетная доходность аналогична, да. То есть переработки. То есть переработчики в какие-то моменты страдают больше всех, хотя, естественно, это вечная борьба между переработкой и земледельцем, назовем это так. Нужно поддерживать переработчикам свою рентабельность. Есть ограничения по экспорту. В то же самое время внизу мы видим нижнюю планку. Тот уровень цены приемлемый, который нужно обеспечить сельхозпроизводителю для его нормального существования. Иногда могут возникать ножницы цен. Мы это тоже понимаем. Ну, вот график показывает, что, конечно, все идет по нарастающей. Сначала переработка страдает, да, вот этих ножниц цен, потом выравнивается история рентабельности, и переработчики снова начинают зарабатывать. И потом обратная история по нисходящему тренду в течение сезона. То есть это такие постоянные качели. Так, да, и прежде чем перейти к погодным условиям, у меня тут осталось всего пару минут, что бы я хотел сказать, как синтез, да, всей истории. Первое. Экономика справляется сейчас с удерживанием цен на сельхозпродукцию. С одной стороны, да, это плохо для сельхозпроизводителя, но хорошо для потребителя. Второй момент. Что будет с ценами? Понятно, что по кукурузе это будет либо стабилизация, либо мы прогнозируем повышение. По подсолнечнику, опять же, у нас она остается одной из самых прибыльных, относительно прибыльных культур, относительно прочих культур все в обороте. И что касается развития самого рынка, да, у нас растут издержки производства, иногда схлопывается рентабельность по переработке, но баланс на сегодняшний момент все еще остается положительным. Поэтому давайте перейдем к основной истории нашей, это урожайность, урожайность кукурузы и подсолнечника, а также мы расскажем, как сингента помогает сельхозпроизводителю решить финансовый аспект вложений в семена. То есть, естественно, любое средство производства, оно стоит денег, и каким образом вы можете в том числе получить до 50% стоимости семян обратно, об этом расскажет в свою очередь Павел. Павел, давай порционно сначала про погодные условия, потом все остальное. Передаю тебе слово. Спасибо, Кирилл. Да, очередной нестандартный год требует нестандартных, наверное, решений. Давайте вспомним, как сложились в этом году погодные условия. Этот слайд разделен на две части. В верхней части вы видите отклонение суммы средних температур от нормы за июнь, июль и август соответственно. И в нижней части мы видим такое же отклонение суммы осадков от нормы за те же месяцы. Вспоминаем, что начало сезона, по сути, было встречено прохладной температурой. И вот эти вот синие пятна, они указывают на то, что часть Тамбовской области, Пензенской, на самом деле в июне, когда проходили гербицидные обработки, когда культура только начинала стартовать в своем развитии, кукурузы и подсолнечник, сложилась достаточно прохладная погода. То есть где-то на 2-3 градуса Цельсия ниже среднем многолетних значений. При этом, если мы посмотрим чуть ниже, осадков в июне мы наблюдали крайне мало на большей части центрального Черноземья. Что на самом деле компенсировалось погодой в июле? Того, что мы наблюдаем сейчас в полях, это гигантский урожай. Цветение всех культур проходило в благоприятных условиях. Как в температурный режим был отличный, так и осадки. Мы все помним, что июль у нас был просто с прорывными дождями практически на всей территории центрального Черноземья и близлежащих областей. И даже засуха, которая наступила потом в августе, и пиковые температуры там до 40 градусов Цельсия, они в принципе не сильно повлияли на финальный урожай. И конечно же сейчас наблюдаем в полях эти прекрасные початки, и мы чуть позже увидим рекорды урожайности по каждой из культур. И в целом, по сути, получается, что залогом такого урожая была погода в июле. Вот эти вот дожди июльские, они как раз способствовали в целом созданию такого урожая. Ну и конечно же, агротехника, которую вы придерживаетесь в центральном Черноземье, она также способствует получению до 180 центнеров кукурузы, и до 50 центнеров подсолнечника. Все это достижимо, несмотря даже на такую пеструю погоду в течение сезона. Если мы перейдем к результатам сезона 2023 по кукурузе. Буквально несколько слов о том, как в этом году у нас распределялись испытания по центральному Черноземью. Вы видите эту обширную сеть. Синие кружочки обозначают опыты на зерно. Кукуруза на зерно зеленое, кукуруза на силос. И что стоит отметить, все эти данные потом участвуют в создании нескольких сервисов, о которых мы поговорим чуть позже. Все, что вы представляете нам в качестве таких результатов, демо-опытов, производственных опытов, они все учитываются, чтобы потом также вам рекомендовать оптимальные гибриды для каждого вашего поля. На этом слайде мы видим, что у Сингента на сегодняшний день обширный портфель гибридов кукурузы, представленный во всех группах спелости. От самых ранних гибридов до самых поздних. И, конечно же, локомотивом нашего портфеля является бренд Artesian, в который сейчас входит уже 6 гибридов. О некоторых из них мы сегодня поговорим. И, конечно же, Сергей Лущилин, наш нефтический эксперт, подробности расскажет, как каждый из этих гибридов показал себя в этом сезоне. Также в нашем портфеле есть еще два интересных бренда. Это PowerCell, это гибриды кукурузы на силу, специализированные, с высокой переваримостью клетчатки, с оптимальным соотношением крахмала. И еще один бренд, это PowerGrain. Гибрид Самаримба, это гибрид суперинтенсивный, с очень быстрой влагодачей. На сегодня, конечно же, Сигенда предлагает гибриды для любых технологий, будь то интенсивные, экстенсивные. И, конечно же, для каждого вашего поля мы можем подобрать соответствующий продукт. И о том, как это происходит, о сервисах, которые позволяют нам это сделать, мы поговорим чуть позже, после того, как Сергей сейчас расскажет о прекрасных результатах. Добрый день, коллеги, меня зовут. Сергей, тебе слово. Напомню еще раз, Сергей, технический эксперт по гибридам кукурузы в регионе Центр. И, как уже говорили коллеги, этот год действительно и год нестандартный, год испытаний, потому что многое с кукурузой произошло. И также годы и высоких достижений, высоких выраженностей. На данном слайде вы видите рекорды сезона 2023 года при уборке кукурузы на зерно. Лучше всего, если провести скрининг, убранных опытов, убранных результатов, тех результатов, с которыми вы с нами поделились в своих производственных посевах. Показы в этом году себе показали ранние гибриды и гибриды с фауа до где-то 270-280. И только лишь самые стойкие из поздних гибридов для нашей зоны, то есть фауа 300 и выше, смогли показать свой высокий результат. Что касается нашего портфеля. Вы видите, что лидерами в этом году были по опытам, да, это Курская область и Орловская область. Сидельсман в Курской области дал превосходный результат в Тимовском районе. Это 130 центеров с гектара при влажности 14%. Далее, поговорить при стандартной влажности для хранения на зерно. Это очень-очень превосходный результат гибрид-феномен. Это наш бестселлер, самый известный гибрид, самый урожайный гибрид, самый стабильный гибрид. 130,7 центера при влажности 22,5 при уборке 31 октября. Это очень-очень хорошие результаты. Но это результаты с тех испытаний, которые мы проводили вместе с вами на ваших полях. Данные продолжают каждый день поступать, более того, поступать каждый час. И по феномену максимально зарегистрированная урожайность была несколько дней назад. Это с производства 142,1 центера в Брянской области, в Стародовском районе. И в Томбовской области я знаю, что один из их очень превосходных агрономов получил феномен возделал нарушение и получил результат с одного из участков в районе 146 центеров с гектаром. То есть ФАО-220, но потенциал у гибридов очень-очень большой. Что касается других превосходных гибридов, это осей Белард, это ранний интенсивный 142 центера, это превосходная урожайность. Ну и лидером в этом году был по урожайности, по максимальной, которая получена в опыте, это в Воронежской области, в Нижней Девицком районе было получено 162,1 центера с гектара. Теперь давайте перейдем, собственно, к самим гибридам. Извините, секундочку. Еще немного добавит Вероника Урчатова, потому что кукуруза вообще очень объемная такая культура, мы же ее используем в том числе и населосы, и т.д. насыщенный карман результатов массы. И вот Вероника немножко добавит по кукурузе населосы. Да, спасибо, Сергей. Я представлюсь тоже еще раз. Меня зовут Курчатова Вероника, я технический эксперт компании «Сингента» по силосной кукурузе. Как мои коллеги уже сказали до меня, в этом году урожайность кукурузы зашкаливает и в зерне, и в зеленой массе. И плюс мы еще имели достаточно хороший буст в плане хорошей уборки, хороших благоприятных погодных условий в августе и сентябре, для того, чтобы мы успели заготовить нашу зеленую массу и превратить ее в отличные силы. Сейчас на экране вы видите рекорды, действительно рекорды, потому что наблюдение компании «Сингента» по урожайности зеленой массы идет в течение четырех лет. И сейчас, в этом году мы действительно получили, реализовали потенциал наших гибридов и получили те данные, на которые наши гибриды способны. Особое внимание прошу обратить на гибриды линейки «Пауэрсэл» – это «Си» и «Метоп» и «Си» «Кордона». Для центрального региона, особенно черноземных областей, таких как Воронежская, таких как Курская и Липецкая области, эти гибриды являются профильными. То есть именно на этих гибридах есть возможность получать максимальную урожайность при максимальном уровне качества зеленой массы. Также в рекордсменах по урожайности у нас наши ранние гибриды двойного назначения, такие как «Си Талисман», «Си Апиларда», «Си Теллиас», «Си Ротанга». Как вы видите, урожайность по этим гибридам превышает по зеленой массе 600 сантиметров с гектара, по сухому веществу более 200 сантиметров с гектара. Это, на мой взгляд, и по предварительной оценке по урожайности в Центральном федеральном округе более чем в полтора раза превышает среднюю урожайность. Что говорит нам о том, что действительно мы имеем огромный потенциал и огромную рентабельность выращивания наших гибридов для использования в целях закладки «Си Лоса». Так как тема эта очень обширная, и можно еще очень долго говорить о качестве зеленой массы и того, что получается из нее впоследствии, это вообще достойно отдельного семинара. Мы сейчас на этом останавливаться не будем слишком подробно. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их сейчас в чат, либо задавать нашим менеджерам. Они вам с моей помощью, либо самостоятельно на все ответят и предоставят данные, которые вам необходимы. Далее мы переходим уже непосредственно к описанию гибридов. Сергей, тебе слово. Да, Вероника, спасибо. Коллеги, я вижу в чате, многие хотят услышать, что же за хозяйство получил тот иной результат. На данный момент сейчас коллеги уточнят одну из информаций. Просто, понимаете, уборка идет прямо даже сейчас в данный момент. Мы еще не получили все, не обработали все результаты. И чтобы делиться названием хозяйства, нам необходимо одобрение от хозяйства. То есть если оно получено, чтобы не нарушать ничьих прав, мы сможем вам сказать соответственно, что это было за хозяйство. А так, в любом случае, вы сможете узнать информацию от наших менеджеров, которые работают непосредственно в вашем регионе. Я думаю, они поделятся. Но в рамках всей презентации названия хозяйств, к сожалению, вы не видите, потому что от кого-то одобрения есть, от кого-то одобрения пока еще нет. Чисто такие бюрократические немножко нюансы. И переходим к гибридам. Гибрид Талисман, как вы видите на фотографии, это кремисто-зубовидный гибрид, полностью выполненный початок, превосходный. Что хотелось бы сказать про Талисман. Это один из ранних гибридов в нашем портфеле FAU-180. Он очень адаптивен к раннему СЕУ. И хорошо отзывается на высокий фон минерального питания. Он интенсивный. Это гибрид с ранним FAU, но с большим потенциалом для получения высоких урожаев и для интенсивных хозяйств. Лучше всего он подходит для классической, минимальной и также для с трептивой технологии возделывания. При нулевой технологии возделывания я далее покажу гибрид, который будет более подходить под нулевую технологию. Там просто есть свои нюансы. Также в начале, когда знакомились, видели, что с нами коллеги из северных территорий, из Москвы, где климат чуть-чуть суровее к кукурузе. Талисман – это один из превосходных выборов для вращения в вашем регионе. В прошлом году эти гибриды также проверялись на территории Новгорода, на территории, получается, Иваново, в Твери данные гибриды выращивались. И в этом году также есть, соответственно, в Подмосковье, в Лизанской области хорошие результаты по гибриду талисман. И переходя именно к результатам, которые мы получили в этом году вместе с вами. Гибрид, как я уже сказал, интенсивный. Обратите внимание на график. Сначала немножко пару слов, как читать эти графики. Далее все на самом деле очень просто, они однотипные для вашего удобства. Мы имеем две вертикальных шкалы. С левой стороны у нас урожайность, которая сразу приведена к стандартной влажности. В данном случае это к 14%. И с правой стороны это уборочная влажность, которая выражена в процентах. Столбиками отмечены, соответственно, сами урожайности. Это зеленый столбик везде, это будет урожайность нашего гибрида, про который мы говорим. Вы видите на слайде в данном случае это урожайность гибрида си талисман. И серый столбик – это средняя урожайность по опыту среди схожих релевантных гибридов. То есть если мы смотрим гибрид с позднеспелой группой или там среднеспелой группой для нашего региона, там, соответственно, с этими гибридами в среднем по опыту, что было получено на них, мы сравним с нашим гибридом. Или с тем гибридом, что было в производстве. Также вы видите уборочную влажность. Это один из обязательных параметров, потому что уборочная влажность достаточно имеет высокую экономическую ценность. Соответственно, чем она ниже, тем мы меньше тратим, тем в целом производство кукурузы получается более витабельным. Поэтому для кукурузоводов влажность зачастую играет большую роль. И возвращаясь к нашему гибриду талисману. Как я уже говорил, гибрид интенсивный. Он подходит, во-первых, для зон с хорошими климатическими условиями. Для засушливых зон не волнуйтесь, у нас есть превосходные продукты, мы покажем их дальше. Талисман подходит для нормальных, для таких более лояльных зон по климату и для интенсивных технологий. Интенсивные технологии по удобрению. Что можно в целом вкратко сказать про талисман? У него целевая влажность от 7 тонн гектара, от 70 центеров и выше. И вы видите на графике, если вот ниже 7 тонн, он понятно, что будет немного выступать более экстенсивным гибридам. Да, таким работягам. Но от 7 тонн талисман заводится и дальше просто очень быстро разгоняется. В его группе спелости сложно найти ему, соответственно, конкурентов. Видите, что прекрасные результаты в Липецкой области или в Толстовском районе, в Старо-Юровском районе Тамбовской области, в Брянской области он себя превосходно чувствует. Ну и, как я уже говорил, самый высокий результат был получен в Тимском районе Курской области. И здесь как раз внимание обратите на влажность. Практически на 4% наш гибрид, гибрид си-талисман был суже, чем в среднем по опыту, чем остальные конкуренты. А 4% это достаточно хорошие деньги. Не важно, какой тип топлива используется сушилка, даже при использовании газа, это все равно получается в районе 1000-1200 рублей. Мы будем экономить с каждой тонной процента. И переходим к следующему гибриду. Это гибрид Си-Беларда. Это очень такой интенсивный гибрид. Талисман и Беларда в целом пришли на замену гибрида Falcon, который многие помнят, который от нас, соответственно, ушел. Талисман и Беларда, то, что сейчас на слайде, это очень интенсивные гибриды. Что касается Беларда, не зря у него, как я уже сказал, и кроме интенсивности, высокая хладостойкость, вы видите на графике, да, все Беларда по-другому называют еще покоритель севера. Вот. На самом деле, в самых северных зонах то, что у нас были опыты и опыт работы с производителями именно в производственных полях, у Беларда это один из лучших показателей, потому что у него он даже более немного хладостойкий, чем гибрид-талисман. И также потенциал урожайности у него выше. Что касается Беларда, он также пригоден для интенсивных условий выращения и лучше будет называться классической и минимальной обработкой почвы. Что? Хотелось бы сказать про Беларда. Очень широкая сеть испытаний, даже не все результаты сюда поместились. Но в целом сохраняется тенденция. Опять же, целевая урожайность на интенсивных гибридах у нас это более 7 тонн. Если вы в целом планируете эту урожайность, если вы ее из года в год получаете или получаете выше, этот гибрид для вас в раннюю успелость очень-очень хорошо подходит. Вы видите, что и в Белгородской области, и в Липецкой области, здесь в принципе все области регионного центра представлены, у гибрида Беларда очень хорошие показатели этой гибриды, которая превосходно отзывается на высокий фон минерального питания. И вот самый высокий результат по Беларда в этом году был получен опять же в Орловской области, в Верховском районе. Там был высокий фон питания, там превосходные технологии у хозяйства. И на гибриде с ФАУ-190 все Беларды реализовать 143 центера с гектара при стандартной влажности – это очень превосходный результат. И как раз это действительно по данному гибриду рекорд. Рекорд России и соответственно эти все результаты без орошения. Мы переходим к следующему гибриду. Это гибрид Ротанго. Гибрид Ротанго – кремнистозубоведный гибрид с ФАУ-200. И как раз вот этот гибрид – это тот продукт, который может вас поддержать в сложных условиях выращивания. Не все мы находимся в превосходных условиях, и у не всех настолько интенсивной технологии, как хотелось бы. Тогда нужно необходимо учитывать и экономику. И вот Ротанго с ФАУ-200 – это вот именно такой рабочий продукт для сложных условиях выращивания. Но если сложится ход, что все будет с ним очень хорошо, с погодой, с осадками, у вас будет достаточно удобрения, поверьте, он будет очень долгое время не отставать от интенсивных гибридов. Мы дальше увидим результаты. Что хотелось бы сказать про Ротанго? Ротанго распадходит для всех технологий возделывания, и он превосходно чувствует себя также при нулевой технологии. Также у него очень быстрый старт и раннее развитие. Что, соответственно, показывает нам результаты этого года? Вы видите, что Ротанго, в большинстве, соответственно, преувладающем в большинстве испытаний, у него урожайность на уровне или выше, чем среднее по опыту. И только лишь к более чем 12 тонн с гектара он начинает немножко-немножко уступать. Но вот при высоких уровнях урожайности как раз больше внимания необходимо при таких высоких уделить тем ранним интенсивным гибридом, в котором мы поговорили до этого. Это Талисман и Беларда. Но в широком спектре от 5 до 11 тонн с гектара у Ротанго просто превосходные показатели. И не только демо и производство. Этот гибрид достаточно давно в России, если не ошибаюсь, он с нами с 2018 года. В производстве можно было его увидеть уже в полях. И показывает, как я уже говорил, очень высокий и, самое главное, что стабильные результаты. И переходим к следующему гибриду. Это гибрид C-Telis V210. Вот немножко обратите внимание на подсчеток. Это также кремисто-зубовидный гибрид. Но две трети-початка, это явно видно на экране, есть с проявлением, соответственно, зубовидности. То есть он даже не кремисто-зубовидный, а больше зубовидно-кремнистый гибрид. То есть все в свою задачу превосходно. Что хотелось бы сказать про отличительные особенности гибрида C-Telis V210. То есть это, во-первых, приводность к срокам сива. Каждый год, когда мы выходим с вами на посев кукурузы, мы должны делать массовые вычисления в своей голове, да? Массу факторов чистых. А когда посеете? Какая дальше будет, соответственно, погода? Успею посеять? Не успею. А сколько у меня, соответственно, посевной техники? А сколько у меня почвоборабатывающей техники, чтобы успеть своевременно подготовить почву? И наши с вами сроки сива могут сдвигаться. И вы знаете, что для высоких результатов урожайности в Грузии необходимы ранние и оптимальные сроки сива. И в поздние сроки сива, а мы не всегда можем их избежать, гибриды начинают потом по урожайности немного просаживаться. Это не про гибрид C-Telis. Он в зависимости от сроков сива слабо реагирует к своей урожайности. То есть он и при поздних сроках сива показывает очень хорошие результаты. Главное, любую кукурузу необходимо взять и качественно защитить, потом возделать в течение сезона. Также, что хотелось бы сказать, это у C-Telis просто впечатляющее количество зерен именно в ряду. Это такие огромные саблевидные початки. Если обычно в кукурузе 30-32 в среднем зерна в ряду, то на C-Telis это от 35 до 40-41 зерна в ряду. Также стоит отметить его высокую адаптивность к различным технологиям отель. Вообще можно, если с машиной сравнить, это какая-то хорошая рабочая машина, какой-то пикап, которая при любых условиях всегда поможет своему владельцу. Что касается результатов. Вы видите, что Веделевский район, Белгородская область, 71 центр. Очень хороший результат в Анинском районе, в Воронежской области. У нас в центральной части Воронежской области не все хорошо было весной. У нас основная проблема была в том, что гербицидные обработки и понижены температуры ночью. Но и при этих условиях у C-Telis превосходный результат. Борисоглебский район, это восток Воронежской области, ближе к Саратову, засушливые условия, 79 центеров. Это очень и очень хороший результат, соответственно, для Борисоглебского. Видите, что с нарастанием, с улучшением условий, с нарастанием уровня интенсификации C-Telis не остается. И он из области, в области, в Плянской области, 126 центеров за гектара. Он свой потенциал максимально возможный на каждом поле реализует. И мы видим, что в Янский район, Белгородская область, 128 центеров, Орловская область, 130, Орловская область, 137 центеров. Еще обратите внимание именно на влажность C-Telis. Это вот на ромбики зеленые. Они в большинстве случаев ниже, чем сравниваемые другие продукты. Это очень-очень хороший показатель. Это дополнительный плюс к рентабельности именно с этим гибридом. Телис, по праву, в раннем фаву является бестселлером. Неважно, какая у вас технология. Вы не знаете, как вы успеете с руками сева. Вы не знаете, поле сильное, слабое, они только к вам пришло. Но C-Telis это будет один из лучших таких железобетонных вариантов по подбору гибридов кукурузы. И при переходе к следующему гибриду у нас дальше пойдут, в том числе, гибриды из линейки Ортезин. Немножко об Ортезин. Вкратце. Ортезин – это гибриды, которые эффективно используют влагу. И эти гибриды интенсивные. То есть при высоких урожайностях они не отстают от интенсивных гибридов. Но как раз при условии дефицита влаги или в сложных стрессовых условиях у них есть дополнительные преимущества за счет своих различных толерантностей и устойчивостей. То есть это засухоустойчивость, сущность как почины, так как воздушные засухи. Это масса процессов. Я не буду все рассказывать. В целом в стрессовых условиях гибриды Ортезин дают урожайность на 10-15% как правило больше. Что очень-очень важно для нас. Особенно в сложный борт. Гибрид «Сея феномен» – это еще один наш бестселлер. Это самый популярный гибрид в целом в России. Это очень быстро дающий влагу гибрид. И, соответственно, с высоким потенциалом урожайности. Если ранее я говорил, что феномен максимальная урожайность, которая была в России, была получена в 2017 году в Курской области, 135 центров, то в этом году рекорд, как я уже говорил, в начале побил было и 140, и 146 центров в производственных условиях. Что касается самого гибрида, это самые важные его моменты – урожайность, устойчивость к прикорневому пореканию. За счет чего она складывается? Это толерантность к различным стеблевым гнилям. То есть у нас здоровый стебель, у нас здоровые растения. И когда, соответственно, гибрид, если он будет уходить в позднюю уборку, растение стоит полностью высохшее, оно уже ничему не сопротивляется. Здесь очень важно, насколько мощный стебель будет. За все годы, феномен продается с 2016 года в России, за все годы было масса испытаний, было масса проблем при уборке кукурузы. Но феномен всегда спасал и выручал. Далее, даже более того, феномен оставался в зиму, уборка январь-февраль. Когда он уже немного постоял в снегу, стебель очень прочный, механический, устойчивый, все початки на месте. Главное, чтобы никакой механика именно его не поваляла. Также подходит гибрид для всех технологий разделывания и просто ураганная влагодача после наступления черной точки. По факту, он сейчас является одним из самых сухих и быстро дающих влагу гибридов на рынке. Какие же результаты мы получили в этом году? Белгородская область, Ветельевская область, 71 центра, Сампурский 77 центра с гектарами стандартной влажности. И вы видите, Верхневабонский район, 76, это юг Воронежской области, тоже сложные условия. Пензенская область, Тамбовская область, феномен везде показал очень высокий результат, очень высокий, соответственно, результат как по урожайности, так и по влагодаче. В Елии, в Акилевском районе Липецкой области, получено 110 центров со значительным превышением средней по опыту. И максимально в опытах 131 центра, но, как я уже говорил, в Брянске, в Стародомском районе 142, и в Тамбовской области, в Расказовском районе, 146 центров из гектара на производственных участках на этом гибриде в этом году было получено. Что, если про феномен подытожить? Широкая географическая адаптация, быстрая влагодача, высокая урожайность и очень прочный стебель, который будет страховать при, не дай бог, поздней уборке. И переходим к нашей новинке, новинке 2022 года. Это гибрид CM Bador, превосходный зубовидный початок, гибрид имеет быструю влагодачу в предуборочные переводы. Конечно, это феномен, будет чуть побыстрее на феномен пораньше, но в FAU 240, в 10.30, в 10.50, в бадуровая влагодача будет очень и очень хорошая. Отлично адаптилось к различным климатическим условиям. И действительно, этот гибрид, который побил в этом году все рекорды. Когда я увидел результат, они начали поступать по этому гибриду, я, честно говоря, не ожидал. Давайте просто взглянем на них вместе с вами. Результаты были различными. Насколько он стабильный? Очень сложные условия были. В этом демо, в Кантемирском районе, в Воронежской области, низкая урожайность, порядка 38 центров, в Амбадор, все прекрасно. Далее идем в Воробьевский район, 40 центров. Да, Амбадор чистопил, но он был значительно ниже, поэтому здесь как бы это ниже по влажности, разница нивелируется. И вы видите, что гибрид очень и очень стабильный. И да, действительно, наверное, Амбадор в этом году максимально приблизился к заложенному в нем потенциалу. 162 центра за гектаром было получено в Воронежской области. Для гибрида СВАЛ-240 без рожения это просто космический результат. Что гибрид показывает отличную адаптивность к разным климатическим условиям. Да, это не артезен. При условиях жесткого-жесткого стресса, засухи, которая там сильно у нас была, это 2010 года, да, понятно, что такое сложно будет выдержать. Такие сложные условия все-таки лучше гибридом артезен, да. Но что касается потенциала и наших средних условий наших центральных областей, там Белгородская, Курская, Воронежская, Пензенская, Липецкая, это просто гибрид находка. Ну вот. И перейдем дальше. Гибрид Фортага. Гибрид из линейки Артезен, ФАО-250. У него быстрый старт и раннее развитие, что очень интересно для гибридов с ФАО-250, да, зубовидных. Обычно роднеспелые, кремнисты зубовидные обгоняют. А есть ФАО-250, но да, действительно, это быстрый старт и раннее развитие у него. Отличная выполнность початку, даже в условиях сильного стресса. Среди гибридов Артезен у него засухоустойчивость не просто, что прекрасно, даже повышенно по сравнению с актезианскими гибридами. Продолжение следует назад. Початок. Хорошее зубовидное зерно и початок полностью, как уже говорил, выполнен. Что касается результатов. Фортага будет стабильно работать в широком дипозоне акроклиматических условий, в широком дипозоне различных производственных условий по интенсификации, по осадкам. И это очень в целом стабильный и самое главное, что урожайный гибрид. Вы можете видеть это на графиках. Хорошие результаты в Курской, Брянской, Липецкой, Воронежских областях, по всему региону центр. Импульс. Яркий, впечатляющий гибрид. И давайте посмотрим, почему. Фауан 270. Самое главное, что необходимо знать про импульс. Сегодня в начале у многих было беспокойно, задавали в чате, а что же будет с болезнями на кукурузе. Да, понятно, что когда гибриды стоят сухие, высохшие, при обильном количестве осадка, что зачастую у нас сейчас дожди через день, через два идут, есть риск восстановления различных фузариозов, продуцирующих микотоксины, инфекции электронали, будет заходить также на початки, которые будут другие и афлотоксины продуцировать. Но очень важно вот к этому дождевому периоду насколько чистым початок подошел изначально. А были ли там болезни какие-либо? Импульс – это поражающий гибрид по своему фитопатологическому профилю на самого початка. Если у вас не было повреждений вредителям или у вас была хорошая качественная защита от вредителей початка, то болезнь на нем очень редкий случай, когда можно вообще в принципе встретить. Мы испытывали его при обычном фоне, при повышенном фоне воспитания, как он будет заражаться болезнями. Мы испытывали его без рашения, специально с рашением, когда повышенная влажность постоянно смотрели. Очень чистый профиль по початку. Кроме того, импульс из года в год показывает хороший стабильный результат. Я знаю, что это один из любимых гибридов в Воронежской, Тамбовской области. Тамбовская область ниже, там ближе к Воронежу, где 270 фауэта. Нормально идет в производство. И также хотелось бы сказать про его натуру. У нас не только лишь урожайность, но нам еще важно качество зерна. У него очень высокая натура. Это крупное зерно, зубовидное, и самое главное, что чистое. И что касается его результатов, вы видите, что в этом году у него результаты превосходные. Он нигде катастрофически не провалился. Он всегда на уровне и с высоким потенциалом. Белгородская область, Грайвернский район, 126 центров с гектара. Просто у нас коллеги были с нами с Грайвера, но вы как раз результаты из вашего района. 139 центров было получено также в Орловской области. И переходим к следующему гибриду. Это гибрид Эвора. Это одна из наших новых гибридов. Гибрид из линейки Ортезин ФАУ-280. У Эвора также высокая натура зерна и идеально выполненный початок в условиях стресса. Я с этим гибридом сделал очень много опытов из того, что нашел я. В нашей зоне у него просто очень высокая устойчивость к загущению. Вы знаете, если загустить, то на некоторых гибридах можно получить хороший результат, а на некоторых отрицательный результат. При загущении, при достаточном уровне питания, при достаточном уровне влагобеспеченности, чтобы употреблялось это самое питание, Эвора очень дорого держит соответственно свой початок без изменений. Опять же, как Павел расскажет дальше, по подбору гибридов и по рекомендациям по статье у нас есть прекрасный сервис, который вам подскажет. В целом, Эвора в этом году в центральном регионе, Каменский район, 58 центеров, Росташанский район, 66 центеров, это вот южные районы Воронежской области, Анинский, 75, Прянский, Фау-208 сказал, зло много, но, пожалуйста, хорошие результаты. Хорошие результаты в Белгородской области, это 98 центеров, и в Нянском районе 131 центеров был получен. Хорошие результаты в Курской области, 110, 116. И если подвести итог, то Эвора это гибрид, который отлично подходит для стрессовых и умеренно интенсивных условий выращивания. Гибрид Чуринтес. Чуринтес это по праву один из бестселлеров как Талисман, как Телес, как Феномен, так и Чуринтес из разных групп. Фау-208 это одни из самых таких тех гибридов, которые больше всего любят производители, которые сотрудничают с нами. Почему же они любят? Давайте с вами вместе разберемся. Во-первых, это высокая урожайность и урожайность из года в год. Это то, что гибрид подходит для различных технологий возделывания. У гибрида очень хорошее фитосанитарное состояние листовой поверхности. То есть гибрид мало болеет, лист всегда чистый, чистый лист, соответственно, ведет к чему? Чем растение здравее, тем ему проще реализовывать тот потенциал, который заложен в него и который дает ему погода и наши условия возделывания. Что касается результатов, понятно, не так много, то, что Фау-290 хорошо подходит для Воронежской области, для части Липецкой, для немного Тамбовской, превосходно для Курской области и Белгородской. Результаты вы видите на экране, они очень и очень хороши, 85 и 152 центра Фау-290, хотя этот код был не для позднего Фау. Гибрид Озон. Озон Фау-300 это крупный зубовидный 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 зерном, это гибрид, который не для только лишь интенсивных условий выращивания, это как раз гибрид, который имеет промежуточный тип интенсивности, ближе к интенсивному, который выдерживает все сложные условия выращивания, но как выяснилось высоким потенциалом, и почему, потому что на нем удалось в этом году получить 156 центров, и смотрите, что в других областях тоже результаты были очень-очень хорошие, если подвести итог, то гибрид Озон с высокой адаптивностью к различным климатическим условиям, и помощник в сложных стрессовых условиях, гибрид с VU300. И последний гибрид, я вижу, коллеги помогают этому отвечать в чате, последний гибрид CNRMAX VU340, гибрид из линейки Artesian, гибрид больше по своему VU подойдет для Воронежской, Белгородской части Курской областей, не для всех Курской областей, то есть в зоне Дмитриева сидеть как бы не надо, там достаточно прохладно в Курской области. Вот, это суперпластичный гибрид, он очень адаптивен, он очень жиростойк, и у него для своего FAO просто ураганная влагодача после наступления черной точки. Что касается результатов, как же говорил, для тех областей, что назвал, что подходит по FAO, и урожайность целевая у него от 30 до 150. действует. То есть он и в очень плохих условиях будет всем показывать, и если хорошие интенсивные условия, он погонится вперед и достаточно неплохо. Коллеги, на этом у меня все. Мы переходим к блоку поддержки программ макропроизводителей, и я готов передать слово Павлу Ищенко. Если у вас есть вопросы по гибридам кукурузы, я с вами, я в чате, задавайте, будем общаться. Спасибо. Спасибо, Сергей. Конечно, феноменальные результаты, и если вы обратили внимание, в этом году, похоже, ранние спелые гибриды побили все рекорды, что нельзя сказать в целом о более поздних гибридах. Ну что ж, немножко поговорим о программах поддержки агропроизводителей, которые Сибгента каждый год изобретает и это все наша финальная цель повышать ваше благосостояние. И первая программа, с которой мы начнем, она называется Агриклайн. Многим из вас она уже известна, потому что пять лет уже эта программа существует на рынке. Эти годы мы ее предлагали в основном для продуктов средств защиты растений. В некоторые годы давали семена подсолнечника и настало время поддержать кукурузу. На самом деле в этом году достаточно сложные условия сложились, цены на кукурузу не очень радуют, хотя радуют нас всех урожая кукурузы. В любом случае, что такое Агриклайн? Это защита ваших инвестиций от погодных рисков. Что мы вкладываем в эту простую фразу? мы предлагаем вам по сути простое решение, которое защитит вас от некоторых погодных рисков. В зависимости от того, какую культуру вы выбираете, вы можете также защитить себя от некоторых климатических особенностей. Например, это жесткая засуха или сильная жара. в любом случае вы всегда в плюсе. Будь то благоприятные условия, вы получаете отличное выражение с нашими гибридами. Если складываются жесткие условия, стрессовые, то вы получаете кэшбэк от суммы, которую вы вкладываете в семена кукурузы. И в этом году мы пошли вам на встречу, повысили процент кэшбэка с 35 процентов до 50. Это, конечно, небывалая акция со стороны Сингенты, такого еще не было в истории. И сейчас мы поговорим чуть подробнее, как работает эта программа. Все, что нас на самом деле интересует и что нас отличает от обычных страховых программ, это то, что мы оцениваем только погодные риски. Нас не интересует, какую выраженность вы получаете на том или ином поле. И здесь программа учитывает 20-летнюю погодную статистику, которую, конечно же, нам предлагает международный провайдер Meteor Blue. Каждая, вся территория России разбита на квадраты 20 на 20 километров, и в каждом из этих квадратов будут свои условия программы. Здесь мы можем оценить два основных риска. Это засуха и жара. Что мы вкладываем в понятие засуха? Мы берем на выбранном вашем поле за выбранный вами же период в конце вегетации культуры среднем многолетнее значение по сумме осадков в миллиметрах. И если фактическое значение осадков будет ниже этого среднем многолетнего значения вы получаете определенный процент за каждый миллиметр, который вам не хватит до нормы климатической. Аналогично происходит с риском под названием жара. Что это такое в нашем понимании? Мы учитываем количество дней с температурой выше 33 градусов Цельсия на ваших полях. Пример. Допустим, среднем многолетнее значение выбрано в вашем поле 7 дней таких жарких температур выше 33 градусов Цельсия. Это норма для вас. По ходу сезона система зафиксировала, что таких дней было 14. Неважно шли они подряд или передавались через день за 7 дополнительных дней сверх нормы вы получаете определенный процент кэшбэка от суммы, которую вы инвестировали в семена кукурузы. В сумме два этих параметра засуха и жара дают нам возможность получить до 50% от суммы, которую вы вложили в семена кукурузы. Посмотрим, например, прошлых лет. В 2021 году мы предлагали такую программу с условием максимальной выплаты 35% на семена подсолнечника. Вы видите перечень областей и количество хозяйств, которые участвовали и получили свои выплаты. Само собой проценты были разные, а теперь представьте, что максимальная выплата составляла бы 50%. Само собой эти выплаты были бы больше. И, конечно же, вас, наверное, интересует подробнее, какие же условия нужно выполнить, чтобы участвовать в этой программе. как я уже говорил, два риска мы учитываем, жара и засуха. И что же нужно вам сделать? Для тех сельхозпроизводителей, которые покупали семена кукурузы в прошлом году, семена кукурузы, сингенты, нужно увеличить свою покупку минимум на 30% в посевных единицах. А если вы новичок и не покупали в прошлом году семена сингенты, ну, либо просто пропустили год с нами, ваша покупка должна быть минимум 200 посевных единиц. И вы автоматически участвуете в этой программе. Само собой, участвуют все гибриды из актуального прайс-листа. И также вы на экране видите три периода риска, которые вы можете выбрать и которые, собственно, мы защитим, подытоживая по программе Агриклайм. Помимо семян кукурузы в этом году она также предлагается и на средства защиты растений. Обращайтесь к менеджерам компании Сингента и узнаете все подробности об этой программе. И даже не то, что спрашивайте, требуйте, чтобы вам подробно рассказали, как участвовать в этой программе и, может быть, узнаете какие-то новые нюансы. Далее буквально несколько слов я хотел бы посвятить цифровой поддержке гибридов кукурузы компании Сингента. Также у нас есть некоторые пакетные предложения. Что по сути представляет наша цифровая поддержка? Ключевыми инструментами в этом направлении являются три таких больших блока. Первый это CropWise Seed Selector программа, которая позволяет нам как поставщику семян подбирать гибриды кукурузы, которые оптимально подходят под ваши условия. Второй большой блок это CropWise Operations. Это глобальная система, которая обеспечивает мониторинг в течение сезона. И мы чуть позже об этом поговорим. Ну и конечно же агрономические сервисы. За определенные условия мы предоставляем точечные рекомендации. Например, от обработки гербицидами до рекомендации сроков уборки кукурузы. Давайте чуть подробнее об этом поговорим. Сидселектор. Что это такое? Это глобальная база, которая основана на данных с более чем 45 тысяч опытных участков. Представляете себе объем, который переваривает эта система. По сути, что она дает? Мы вначале говорили, что у нас есть обширная сеть испытаний, и каждый год эта база наполняется и само собой обучается. Таким образом, мы можем ежегодно совершенствовать свои рекомендации, рекомендуя вам под каждое ваше условие, под каждое поле определенный гибрид, либо список гибридов, которые смогут дать вам максимальную урожайность. Я бы здесь добавил вот такой слайд. Фактически, как это выглядит? вы нажимаете на поле, задаете определенные параметры, например, мы указали, что нам нужен диапазон урожайности от 7 до 10 тонн, диапазон фау от 180 до 300, и увидим рекомендацию, на этом поле как раз так проранжированы гибриды. Скорее всего, топ-3 из этих гибридов дадут вам максимальную урожайность в большинстве случаев. Если вы используете орошение, можно также поставить галочку и эта рекомендация немного скорректирована. По-моему, гильнянгер система, которая была задумана еще в 2016 году, сейчас она практически полнофункциональная. Что мы будем добавлять в ближайшее время, это возможность рекомендовать густоту сева. То, чего вы так долго ждали, в ближайшие годы это будет доведено до совершенства и помимо рекомендаций гибрида вы сможете узнать, какая же оптимальная густота даст вам лучший результат в ваших же условиях. Пару слов про crop-wise operations. По сути, это система, которая дает вам поддержку в течение всего сезона не только кукурузы, но и всех культур, которые вы выращиваете. На сегодняшний день более 26 миллионов гектаров в России уже оцифровано с помощью crop-wise operations. И этот процесс продолжается. Что может эта система само собой помимо простой оцифровки ваших полей мы можем регистрировать различные события, агрооперации, подключить телематику, то есть проводить полнейший мониторинг всех ваших агропроцессов. И что самое важное, что вам экономит очень много времени, это рекомендации в ключевые фазы развития культуры. Когда нужно применить определенный препарат, когда начинается лед вредителей и вам уже пора готовится к инсектицидным обработкам, все это может crop-wise operations и даже больше. Об этом больше мы сейчас и поговорим. В этом году в очередной раз сервис по прогнозу уборки кукурузы на силос подтверждает свою точность. Как это работает? Вы указываете дату посева, гибриды, которые посеяны на ваших полях и система за неделю до наступления оптимальной фазы уборки кукурузы на силос обозначает вам поля, которые как раз к этой фазе подходят. Вы можете таким образом планировать свой уборочный конвейер. В пилотном режиме у нас также запущена система по рекомендации уборки кукурузы на зерно. Вы получите такие же уведомления при наступлении влажности зерна 32%, 24% и 18%. Такого на рынке пока не существует у наших конкурентов. Конечно же семента идет впереди. Что интересно такой сервис предоставляется вам при покупке от 100 поселых единиц кукурузы. Также хотел бы напомнить, что помимо различных пакетных предложений на семена кукурузы у нас существуют некоторые скажем так плюшки для тех кто выращивает конечно же другие культуры. Пожалуйста обращайтесь к менеджерам Сингенты чтобы узнать подробности. И на этом я хотел бы передать слово нашим коллегам из отдела подсолнечника. И конечно же пока Василий подключается мы увидим прорисающие результаты также и по подсолнечнику. Коллеги вам слово спасибо. Спасибо Павел сейчас мы с вами коллеги поговорим о результатах сезона 2023 по подсолнечнику и в начале нашей презентации мы расскажем о рынке и о портфеле и я передаю слово Тимошенко Игорю это наш портфолио менеджер по семенам подсолнечника Российской Федерации. пожалуйста Игорь Добрый день коллеги Тимошенко Игорь портфолио менеджер по гибридам подсолнечника в России и Казахстане сегодня мы буквально 5 минут посвятим рынку что происходит какие тенденции чего ждать от нашего портфеля и слева видите диаграмму это общий рынок подсолнечника в России и сколько площадей для визуализации занимают те или иные регионы как видите регион центр это существенный регион для посолочника это 1,5 это примерно 20% то есть 2 миллиона гектаров занимает и что самое интересное по интенсификации самый передовой регион в России то есть внедрение технологии высокоинтенсивное производство внедрение высокопродуктивных гибридов больше всего развито именно в регионе центр вот именно поэтому для нас регион наиболее важен так как здесь сельхоз аэропроизводитель нацелен на получение максимальных урожаев чем мы собственно и помогаем вот что дальше по развитию технологии вот как можете видеть вот последние 4-5 лет сульфа технология выросла существенно да но в 23 году она выросла незначительно вот по сравнению например как вот рост с 20 по 21 год это связано в большей степени не с тем что рынок насытился да сульфа еще пока есть куда расти вот есть куда классики падать вот но здесь вопрос больше в том что сейчас рынок больше такой синтетический да то есть предложение оно ограничено вот и сельхознеропроизводители покупали семена именно исходя из наличия у того или иного поставщика вот именно поэтому вы можете видеть картину такого не органичного роста да можно сказать вот тем не менее классика падает это закономерно но здесь в классике зашито не только высокопродуктивные гибриды классические но также и сорта вот гибриды низкопродуктивные то есть здесь вся классика вместе вот и все это дело дружно падает вот и куда идут площади площади идут в гербицидной технологии вот в основном это сольфа да как мы уже сейчас сказали и также в клеорфилд и клеорфилд плюс но опять-таки по региону центр вот за последний год мы видели и ощущали определенное снижение сектора гербицидных гибридов клеорфилд и клеорфилд плюс но опять-таки это больше связано с наличием семян то есть по сути сейчас клеорфилд вместе с клеорфилдом плюс они вместе находятся в стагнации то есть это ровное плато вышло с технологией на плато и находятся там распределяя между собой клеорфилд и клеорфилд плюс внутри то есть клеорфилд будет падать по отношению к клеорфилду плюс только за счет того что семенные компании сейчас начали регистрировать продукты в основном клеорфилд плюс то есть новых продуктов клеорфилд практически нет на рынке вот и благодаря сортосмене будем наблюдать перекос в имидазолиновой группе от клеорфилда клеорфилд плюс что касается нашего портфеля мы существенно снижаем количество продуктов активных то есть то что сейчас есть у дистрибьюторов у нас на складах вот это все дело из гибридов которые здесь не присутствуют это остатки которые мы будем распродавать в течение нескольких месяцев вот и на этом история с большей вероятностью закончится для конкретных продуктов вот как читать слайд вот здесь слева есть относительная группа спелости по продуктам в днях но от сода до достижения физиологической спелости вот и по цветам то есть зелененькие это гибриды наиболее интенсивные оранжевые это которые больше как засухоустойчивые гибриды и два гибриды синеньких таких цвета морской волны это универсальные продукты и наш портфель поделен на высоколиновые гибриды линолевые вот и если начать с линолевых гибридов вот можем начать справа налево например вот по сульфа группе мы не убираем ни одного продукта то есть мы развиваем их и все продукты которые вы уже знаете будут у нас присутствовать с большой долей вероятности опять-таки по Clearfield оставляем Bacardi Duncan Rosetta по Clearfield плюс Neoma Avenger и остальные продукты у нас идут на существенное снижение останавливаются в производстве и вот эти гибриды будут у нас занимать косяк нашего объема что касается классики здесь самое большое снижение количества продуктов по нашему портфелю и основной объем будет у нас идти с двух продуктов это C-Teos и C-Levis C-Levis как раннеспелый продукт для экстенсива C-Teos это больше высокопродуктивный гибрид уже среднеспелые группы оба устойчивые в заразе G-Plus но также вы видите здесь купаву и ласкаву опять-таки из-за того что у нас есть остатки складские которые в сезоне можно также приобретать потом эти гибриды также будут постепенно уходить из нашего портфеля не потеряли свою актуальность просто Teos у нас это новинка в классике и он полноценно может заменить и купаву и ласкаву и плюс у Teos по заразихе уровень G-Plus что касается высоколиновых гибридов классические мы убираем из нашего портфеля они больше неактуальны то есть у нас была классика по высоколиновым сектору но мы решили сконцентрироваться на гербицидном сегменте это все эксперты по Cliofield и Savan по Sulfo группе что касается текущей ситуации пока что без изменений на рынке много слухов домыслов но вы узнаете новости своих менеджеров Сингенты о том что Сингента получила квоты в каком-то размере и это случится в самое ближайшее время пока что до этого момента все что вы услышите с рынка это будет так сказать неправда то есть мы ожидаем сами в течение 2-3 недель все что произойдет спасибо большое за внимание я передаю слово Василию Василий спасибо Игорь за краткую точную информацию о рынке и текущем портфеле компании и коллеги мы с вами переходим непосредственно к результатам испытаний подсолнечника который мы с вами сегодня поделимся все наши опыты заложены в полях хозяйств территории региона в этом году было у нас 70 точек и непосредственно перейдем что нам в этом году показал гибриды компании Сингента по урожайности хотелось бы коллеги напомнить о той ситуации погодной которая сложилась очень непросто для культуры в текущем сезоне холодное начало вегетации возвратные заморозки холода потом вот такое явление погодное которое было характерно для многих территорий региона это июньские июльские ливни с сильными порывами ветра которые привели во многих посевах к частичному полиганию что хотелось отметить что вот такая погода влажная на западе региона привела к вспышке эпифитофии болезни склеротиния или белой гнили мы видели в этом году проявление различных форм и корзиночная форма у нас появилась которая редко бывает и конечно эти факторы повлияли на уровень уроженности в этом году он немного ниже чем ожидало сельхозтоваропроизводительными ну вот так случилось что и вот эти два месяца осенние с высокой температурой и без осадков тоже повлияли на налив и натуру зерна ну при этом как бы не было погодные условия мы получили высокие показатели урожайности наших гибридов и они на данном слайде перед вами коллеги значит в Суме в Курской области Мантурский район более 40 центров это гибрид раннеспелой группы такой же гибрид среднеранней группы спелости в Воронежском области Ромонском районе показал урожайность 38 центров зектара гибрид давно который у нас есть производство завоевал свое место в полях региона это гибрид сумяка среднеспелой более 41 центра зектара в этом году получена урожайность в Снаналемском районе Липецкой области что хотелось сказать по наблюдениям коллеги все-таки в этом году гибриды среднеспелой группы имели больше возможностей для раскрытия потенциала и здесь вы видите хотя от этого у нас есть гибриды которые в ранней группе спелости не отстают по урожайности гибрид Суберик в Монторовском районе Курской области показал урожайность более 39 центров сухолиновый гибрид Суванга более 44 центров зектара в той же Липецкой области в Снаналемском районе такую урожайность подемонстрировал раннеспелый гибрид компании Сингента сульфогибрид в Брянской области в Трубцевском районе показал урожайность более 38 центров зектара это были сульфогибриды следующий слайд вам демонстрируют гибриды Клярфилд Клярфилд плюс производительность системы и классические гибриды которые демонстрируют здесь рекорды урожайности и что мы с вами видим на этом слайде что гибрид НИОМа наша легенда в Клярфилд сегменте урожайность более 37 центров показала тот же Avenger в этом сегменте раннеспелый гибрид более 36 центров зектара показал в Алексеевском районе Белгородской области гибрид Баккарди Клярфилд плюс производительность системы показал урожайность более 42 центров в Курчатовском районе и Курской области гибрид розетта в Воронежской области и Рамонском районе более 38 центров зектара показал урожайность в демоиспытаниях которые расположены непосредственно в хозяйствах нашего региона и два классических гибрида в Липецкой области разные по группе спелости и по интенсивности но демонстрируют тоже высокие урожайности гибрид Сетеос среднеспелый умеренно интенсивный гибрид более 50 центров зектара показал а гибрид Левис раннеспелый экстенсивный гибрид показал урожайность у нас более 37 центров зектара прекрасные результаты коллеги мы рады с вами ими поделиться и переходим непосредственно к результатам урожайности гибридов и первый гибрид у нас гибрид СУМИ это сульфогибрид раннеспелой группы универсального типа его одно из преимуществ на рынке это топчик по масс-личности 55% стабильно мы видим проявление масс-личности гибрид показывает масс-личности с года в год что хотелось бы сказать о его универсальности гибрид независимо от условий выращивания и интенсивности которые есть в хозяйстве могут себя вести и как интенсивный гибрид и как экстенсивный что дает минимальное негативное снижение от неблагоприятных факторов которым гибрид встречается в момент технологии выращивания в год выращивания свой поэтому демонстрирует всегда высокий стабильный урожай что хотелось бы еще отметить по этому гибриду вот у меня была такая некая история я встречался с председателем женщина я спрашивал у нее как вы выбираете гибрид или сорт который там культуры хозяйственной которые вы видите для себя в хозяйстве и вы считаете что он даст вам прибыль и урожайность она говорит я приезжаю в поле и вижу красивые растения ровные там цветут они там или колос на общественной ницей если это поле мне нравится я считаю что этот сорт или гибрид даст достойный урожай так вот гибрид это один из тех гибридов самые красивые я хочу сказать поля которые засеянные гибридами они имеют растения очень ровные хорошо облистенные стройные такие красивые ярко-зеленого цвета когда цветет это равномерное цветение красивые корзинки ровно как подстрижены это самый красивый гибрид который у нас я считаю сегодня есть в линейке ну и эта красота переходит да из чисто визуальной то что нам дает преимущество это то что показать нам урожай и в тех районах посмотрите где есть вопросы и с интенсивностью с осадками там все равно очень высокий уровень урожайности гибрид ранеспелого подчеркиваю вот Лискинский район Воронежской области более 25 центров показал а максимальный урожай в этом в Рамонском районе Воронежской области более 40 центров зектара и коллеги давайте я еще раз напомню как правильно читать этот слайд зеленым столбиком обозначен уровень урожайности гибрида СУМИ вот он составляет 40,6 центра здесь указана точка закладки демоопыта в котором получен этот результат коричневый столбик показывает уровень урожайности средний уровень урожайности по всем гибридам которые участвуют в испытаниях в этой точке независимо от группы спелости и технологий производства зеленая пунктирная линия показывает уровень тренда урожайности гибрида СУМИ коричневая пунктирная линия показывает уровень тренда средней урожайности по опытам вот и мы видим подтверждение моих слов что практически во всех опытах уровень урожайности гибрида СУМИ был выше или на уровне с остальными гибридами средней урожайности в этом опыте при том напоминаю что это ранняя группа спелости гибрида и переходим к следующему гибриду это гибрид Суматра гибрид Суматра раннеспелый экстенсивный засухоустойчивый гибрид этот гибрид в первую очередь для тех хозяев которые в своей территории часто сталкиваются с засухой и уровень плодородия почвы вот у них не очень высокий это гибрид для них также что хотелось сказать когда вот три года назад мы этот гибрид выводили на рынок у нас вот был такой случай в Липецкой области к нам обратилась хозяйство по рекомендации выбора гибрида для пересева погибших культуры это был конец мая месяца порядка 25-26 число Липецкая область да вот мы порекомендовали гибрид Суматра отследили это поле что хотелось бы сказать коллеге что хозяйство выбирало это поле в средних сроках уборки которая у него сложилась по сравнению с остальными полями где был подсолнечник и уровень урожайности был более 31 центра то есть вот гибрид очень хорошо показывает свою группу спелости ее можно использовать в том случае когда у вас есть повторные посевы там есть поля которые освождаются по каким-то причинам поздно вы ввели в оборот или в культуру там где была ситуация вот по погибшим растениям можно сеять этот гибрид получать стабильно высокий урожай еще часто для того чтобы получить ранний урожай можно посеять его в ранние сроки и тоже получить урожай раньше чем начало сбора правильно его реализовать по высокой цене и поправить свои какие-то правильно отрегулировать свой финансовый конвейер колеи прекрасный гибрид ну и теперь перейдем именно к уроженности уровень уроженности в этом году от 21 центра до 38 с половиной центра в Рамонском районе Воронежской области показал данный гибрид подчеркиваю гибрид раннеспелый умерен экстенсивного типа и перейдем коллеги с вами к следующему слайду который нам продемонстрирует с вами урожайность гибрида Сузука в этом сезоне урожайность гибрида Сузука варьировалась в этом АДУ в разных точках испытания от 25 центров с гектара до 43 что хотелось сказать вот гибрид Сузука это умеренный экстенсивный гибрид средней и ранней группы с высокой уровнем заразихоустойчивости к красам АДЖи отличительная особенность это жара и засухоустойчивость данного гибрида уровень стерилизации пыльцы у этого гибрида составляет 35 градусов Цельсия в момент цветения хотя по нашим наблюдениям средний уровень стерилизации пыльцы у остальных гибридов представленных на рынке подсолнечника Российской Федерации составляет 33 градуса Цельсия это преимущество дает следующий гибрид даже в условиях когда цветет такая температура имеет более полное опыление корзинки что ведет к увеличению урожайности сохранение потенциала и прибыльности производства данного гибрида ну и еще хочу сказать вот этот год тоже для нас открытие Павел говорил о том начале что у нас в этом надо возвратная холода и многие гибриды негативно в производстве мы увидели реагируют на похолодание на заморозки мы увидели в посевах и срастание семидолей и появление так называемых вертолетов да как мы называем эти же рюмочки которые на определенном этапе конечно задерживают рост и развитие растения а это сказывается на потенциале уроженности для меня тоже как бы было открытие в этом году что я считал что Сузуко гибрид это вот для жары для засухи и поэтому как бы вот в холодах ну не видел что такое будет у него по нашим наблюдениям это один из самых холодостоких гибридов в нашей линейке и не боится этой ситуации погодной и позволяет вот так себе раскрыть потенциал урожая так коллеги и переходим к следующему гибриду это гибрид сумиком гибрид уже более десяти лет производства есть у нас фанаты белорусской области его очень любят да гибрид среднеспелый интенсивный стабильный один из тех гибридов который у нас топчик по маслу 55% это уровень масличности который мы получаем в производстве поэтому здесь представлены результаты за два года мы не часто этот гибрид используем в демоиспытаниях перед вами результаты демоопытов за два года за 2022 и 2023 год что хотелось бы сказать об этом гибриде стабильный высокий результат даже вот посмотрите вот Росошанский район в этом году Воронежской области больше 22 центров гектара при том напомню что это гибрид 5-ти расовой по устойчивой к заразихе расы и все равно показывает уровень урожайности достойный а там где складываются интенсивные условия и нет вопросов по заразихе и уровень урожайности более 41 центра с гектара при высоком уровне масличности коллеги так и переходим к следующему слайду коллеги мы с вами и перед нами гибрид субберек вот коллеги там где есть проблемы и с уровнем интенсивности с плодородием почвы а также с уровнем заразихи да если у вас проявление высоковерулетных рас встречается то мы вам рекомендуем в этих полях использовать гибрид субберек это умеренно интенсивный среднеспелый гибрид с хорошей адаптацией по всему региону к местным условиям и высоким уровнем устойчивости к заразихе расы А-Джи и перед вами результаты опыта за два года и вот смотрите верхний Мамонский район в этом году у нас была точка мы ездили смотрели на этот опыт там в этом году было очень сильное проявление заразихи высоковерулетной расы при этом урожай смотрите средний по опыту не более 15 центров получился гибрид субберек показал более 25 центров с гектара в том году вот смотрите было урожай в Липецком районе Липецкой области более 47 центров с гектара в этом же году максимальное урожайность у нас составило по гибриду субберек в Монтурском районе Курской области более 39 центров с гектара прекрасные результаты и коллеги переходим с вами к следующему гибриду это гибрид суванга это наш первый гибрид в сегменте сульфогибридов высокоолеиного типа средне спелый интенсивный с уровнем устойчивости к заразихе 1 АЕ что хотелось опытов немного было в этом году поэтому представляем результаты за два года но в этом году для нас гибрид суванга это как новое открытие в плане урожайности не только территории региона Центр но и по всей Российской Федерации практически во всех опытах где он участвовал гибрид показал максимальную урожайность и практически везде победил ну посмотрите даже в этом году урожайность вот Липецкой области в Станавлянском районе более 44 центров с гектара при том что это гибрид высоколеиного типа и если все правильно сделано уровень контента именно в технологии вращения и уровень высоколеиного контента у нас может быть более 94% а переработчики принимают в основном после 85% и готовы платить за высоколеиновый контент премию это очень хорошее подспорье финансовое получить дополнительную премию к такому урожаю 44 центра дектора до плюс еще премия за высоколеиновый контент прекрасные результаты показывает в этом году гибрид суванга и переходим с вами коллеги к следующим гибридам производственной системы производственной системы лярфилд лярфилд это первая производственная айбицидная технология которая у нас в российской федерации была и наш гибрид авенджер это недавняя новинка трех лет до новинка в этом сегменте мы давно не выводили новые гибриды но вот получили такой гибрид как все авенджер раннеспелый гибрид универсального типа с высокой устойчивостью к заразихе 1-A-G гибрид по своему профилю скош у нас я при этом рассказывал о гибриде сувами они чем-то похожи ну просто каждый в своей технологии гибрид пластичный универсальный практически во всех зонах и территориях нашего региона выращивался и испытывался везде показывают превосходные результаты которые вы сейчас видите коллеги в этом году вот уровень урожайности от 21 центра сегмента на Ольгинском районе Белгородской области ну там довольно жесткие слои в этом году складывались именно во второй половине да лета это и август сентябрь но при этом уровень урожайности 21 центра и там где вот в этом году было все хорошо Липецкая область более 40 центров получена урожайность подчеркиваю гибрид раннеспелой группы и демонстрирует урожайность что ну поверьте моему опыту что не каждый среднеспелый гибрид в этом году показал такой уровень урожайности коллеги приходим с вами следующему гибриду ну перед вами результат урожайности гибрида НК НИОМа я думаю что лишний раз рассказывать о нем много не стоит но этот гибрид более 10 лет у нас в производстве это легенда это мой самый любимый гибрид я не знаю я его сколько лет наблюдаю от начала когда мы его только-только вводили вот сейчас я вижу что удивляюсь той генетике тому потенциалу который наши селекционеры заложили в этот гибрид который вот на протяжении стольких лет демонстрирует свою универсальность свою пластичность стабильность в урожаях гибрид который вот приезжаешь в хозяйство спрашиваешь ну как у вас вот мы неома выращиваем есть что-то лучше или что может быть вы нам подскажете нет возьмите вот это вот это вот нет у нас есть неома на сегодняшний момент нас устраивает поэтому мы будем дальше ее выращивать и заниматься ее производством вот для меня в этом году как бы вот еще одно открытие я уже говорил в начале своей выступления о том что для региона были характерны сильные ливни с повырывистыми ветрами да там более 25 метров в секунду вот приезжая в центре Воронежской области у нас был опыт мы приехали вот по результатам после прошедшего такого вот стихийного явления природного и для меня было открытие как гибриды реагируют да вот на эту ситуацию так вот гибрид неома практически ни одно растение не полегло и не наклонилось в результате вот данного явления погодного а многие гибриды имели такой плачевный вид полегли это очень сильно сказалось на дальнейшей урожайности ну гибрид у нас в этом году просто еще раз напомню это среднеспелый интенсивный пластичный гибрид с хорошей адаптацией в регионе используется часто просто это как кросс-чек в своем сегменте поэтому показываем результаты урожайности за два года и она в этом году вот в Талавском районе Воронежской области где жесткие условия сложились экстенсивные будем говорить регион для ну такой будем говорить для подсолнечка не самый лучший для культуры ну уровень урожайности 25 центра и там где все хорошо и смотрите как близко по годам два показателя наиболее высоких да вот Рамонский район в этом году в Воронежской области это урожайность более 47 центров с гектара а в том году Курская область Притинский район более 49 центров с гектара гибрид прекрасно закрепляет ваше себя продолжает лидировать и в продажах и в объемах производства в регионе центра в данном сегменте так коллеги и переходим мы с вами к развитию производственной системы Клеофилд это Клеофилд плюс и представляю вам гибрид розетта на данном слайде мы с вами видим урожайность гибрида за два года 22 и 23 гибрид розетта по своему профилю схож будем говорить так по производственному это с гибридом Сузука это умеренно экстенсивный средне-ранний гибрид с уровнем заразихи 1 А G и результаты мы видим в Верхнем Мамонском районе там где в этом году я же рассказывал точка была с очень высоким уровнем заразихи вот уровень урожайности более 21 центра и в этом году где у нас все хорошо в той же Липецкой области более 42 центра зектара что хотелось бы сказать о гибриде розетта гибрид классно себя показывает именно в экстенсивных условиях в условиях засушливых ну и также там где складываются условия оптимальные да и есть даже количество осадков если оно превышает норму гибрид немножко затягивает свою вегетацию в связи с этим повышает свой потенциал урожайности вот такое у него удивительное качество и преимущество коллеги и переходим с вами к следующему гибриду в данном сегменте перед вами на слайде результаты урожайности гибрида Сибокарди этот гибрид среднеспелый интенсивный что хотелось сказать что это наш Мерседес по урожайности да топ лидер мы в производстве многочисленными полями видим и получали результаты уровня урожайности 50 55 центров гектара в этом году коллеги поделились результатами урожайности в Венре Бакарди на уровне 6 тонн то есть если у вас коллеги есть поля которые имеют высокую высокоплодородие вы внесли туда удобрения и думаете что с этого поля получить максимальную прибыль то это поле для нашего гибрида Сибокарди КЛП все вложения которые вы сделаете в эти поля гибрид реализует своим урожаем отсюда и прибыльностью и рентабельностью вашего производства и перейдем коллеги непосредственно к результатам урожайности от 24-х центров гектара в Санкт-Пурском районе Тамбовской области напоминаю это гибрид коллеги Пятирасовый вот ну при том система вместе с применением гербицида позволяет прекрасно бороться с заразихой и гибрид имеет хорошую устойчивость к данному патогену так вот на Чеснапурский район Тамбовской области получено более 24-х центров гектара урожайность и лидер в этом году у нас Липецкая область здесь уровень урожайности гибрида Боккарди составил более 48 центров гектара коллеги переходим мы с вами как говорил Игорь к сегменту классических технологий возделания подсолнечков мы с вами поговорим здесь о двух наших гибридах основных это гибрид Селевис здесь представлено показано результат урожайности за последние два года что хотелось сказать о гибриде Селевис это раннеспелый экстенсивный гибрид с высоким уровнем мастичности это тоже 55% в этом году даже были отдельные образцы вот так сложился что мы видели образцы с демоопытов которые показывали уровень мастичности на данном гибриде 56 и 57 процентов значит гибрид в экстремальных условиях засушливых нехватки плодородия минеральное питание высоком уровне заразихи раз и отжив выдерживает даже плюс работает прекрасно показывает превосходные результаты вот 22 центра до 41 центра это вот по результатам прошлого года вот такая вилка а в этом году вот в том же Рамонском районе более 25 центра в Воронежской области показывает максимальный результат в этом году был в той же Липецкой области зарегистрирован уровень 37 центра зектора подчеркиваю еще раз коллеги это раннеспелый экстенсивный гибрид и переходим мы с вами к следующему гибриду который у нас я хотел с вами бы показать его результаты и рассказать о нем это гибрид CTEOS что хотелось сказать бы об этом гибриде этот гибрид в отличие от Ливиса который я вам рассказывал умеренно интенсивный классический среднеспелый гибрид с уровнем заразихи расы АДЖИ обусловленный новым сочетанием новых генов к устойчивости генетической заразихи перед вами результаты за два года и посмотрите коллеги как гибрид подтверждает уровнем урожайности мои слова в этом году максимальная урожайность в том же районе Санавлянском Ливидской области более 50 центров гектара в том году в Принстинском районе Курской области она состояла более 49 центров гектара там где вот в этом году я рассказывал о Верхнем Омонском опыте да точке где гибрид испытывался в условиях заразихи максимальный результат здесь без обработки гибриды испытывались гербицидные имеется ввиду более 31 центра с гектара прекрасные результаты гибрид ТЭОС для хозяйств нацеленных на высокие результаты и он способен подтвердить и раскрыть свой потенциал на ваших полях высоким урожаем порадовать сельхозтовропоизводителей коллеги у меня на сегодняшний момент вся информация о которой я хотел вам рассказать спасибо за внимание и мы с вами переходим к блоку ответов еще раз спасибо большое коллеги спасибо спасибо большое ораторам спасибо большое доплатчикам очень содержательно но если есть вопросы пожалуйста задавайте мы в чате в сессии вопросов и ответов ответим на все ваши вопросы вот пока будете писать хотел бы поблагодарить вас за то что прослушали наш марафон выдержали все выдержали все наши наши нашу информацию посмотрели результаты задавали вопросы есть очень очень интересные вопросы среди ваших информацию по нашему семинару мы вышли вас вам на те адреса куда было выслано приглашение также можете посмотреть этот семинар на канале в youtube вот также хотелось бы пригласить вас на выставку которая на выставку гадара которая состоится в краснодаре 21 по 24 ноября там будет наш топ менеджмент там вы можете пообщаться вживую мы ответим вживую на ваши вопросы если такая возможность будет будем очень рады видеть вас на выставке вот на сегодня все желаем вам хороших урожаев хорошего завершения года до свидания до свидания коллег до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания